Этот год стал историческим для окружной медицины. Впервые с 1937 года врачи, фельдшеры, диспетчеры и водители скорой медицинской помощи обрели свой дом. Новоселов поздравили первые лица региона. Для сотрудников скорой помощи и жителей города это настоящий праздник. Как и положено в этот день, те, от кого подчас зависит человеческая жизнь, принимали поздравления от первых лиц региона. Очень здорово, что у нас в округе скорая помощь работает на очень высоком уровне. Вы помогаете, вы спасаете людей. Это очень важно. Мне хочется, чтобы ваш коллектив постоянно пополнялся новыми молодыми кадрами. Мне хочется, чтобы ваш дружный коллектив располагался, надеюсь, в этих замечательных и комфортных условиях. Для строительства из окружной казны было выделено порядка 48 миллионов рублей. И ещё 3,5 миллиона было потрачено на приобретение современного оборудования. Площадь нового здания более 1200 квадратных метров. Здесь предусмотрены все необходимые помещения для сотрудников скорой помощи. Всегда в выборной профессии, в любое время дня и ночи вы проявляете свой профессионализм, своё доброе слово, свой вот такой энтузиазм, который трудно, наверное, и описать словами, и обозначить заработной платой, но то, чтобы условия труда у вас были как можно лучше, совершенно правильно. Поздравил коллектив и выразил благодарность властям, исполняющей обязанности главного врача окружной больницы Сергей Гмызин. Очень рад за коллектив отделения скорой медицинской помощи. Здорово, очень хороший корпус. Пользуясь случаем, здесь у нас присутствует, я вижу, много ветеранов отделения. Это и водитель, диспетчера, фельдшеры, врачи. Хочу ещё раз выразить свою благодарность им за их многолетние, за многие десятилетия работы в этом отделении. Большое всем спасибо. И вот он долгожданный исторический момент. Первая экскурсия по новому зданию. Радостные улыбки и удивления сотрудники скрывают с трудом. На первом этаже расположились диспетчерская, кабинеты приёма амбулаторных больных, процедурная, кабинет регистрации, душевые, помещения для мойки инвентаря, гардеробные для водителей. На втором комнаты отдыха врачей и фельдшеров, кабинет психологической разгрузки, помещения для методических занятий. Особенно радует, что в новой скорой много подсобных помещений. Как старшему фельдшеру, мне, допустим, очень приятно, что у нас есть несколько комнат, то есть где мы можем хранить свои лекарственные средства. То есть, если раньше было у меня всё в комнате, там как-то свалено, может быть, ещё что-то, здесь это всё находится в шкафчиках, всё на полочках, всё разложено удобно и для меня, и для выездных бригад. Работать в таких условиях только в радость, говорит диспетчер с 43-летним стажем Татьяна Чернега. Я уже в четвёртой скорой помощи работаю. Нас всё время пристраивали куда-нибудь. В 72-м году была поликлиника. Вот там вот вместо этого дома была поликлиника. И в этой поликлинике было две комнатки маленьких. Я там стала работать. В достойных условиях будут работать более 40 специалистов скорой помощи. А это тысячи спасённых жизней. Алена Валия, Александр Дуркин, Телеканал Север.